Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на канале Гольфстрим ТВ. Как сказал Андрей Сергеевич, не сейчас, не чмыкой, не чмаркой мы начинаем. Да, не чмыкой, не чмаркой мы начинаем. А рядом со мной сидит Василий Александрович Кузичев, а рядом с ним сидит вот. Андрей Сергеевич Капрельян. Да. Андрей Сергеевич Капрельян. Точка, все. Мы начинаем наши ежедневные, еженедельные эфиры, которые мы ведем каждый четверг. С переменным, конечно, успехом. Мне микрофон высоко. Да? Ну, опустите его ниже. С переменным, конечно, успехом. Зависит от наших дел гастрольных и вообще всяких. Но стараемся выдерживать эту еженедельность. Хотя, становится все труднее, я вам скажу. Как подходит дело к четвергу, к нашему эфиру, блин, эфир, эфир, эфир. Так самое интересное, после каждого эфира надо вот на следующий эфир еще вот это сделать, вот это, вот это. Ну, давай, ну, следующий эфир сделаем. Собираемся мы в четверг, за час, быстренько наладим. Выясняется, что, ой, а уже все, уже четверг, уже пора, да? Ну, давайте так, каждый эфир мы стараемся приглашать интересных гостей, мы делаем обзоры на то, что ждет нас сегодня. Не для кого, кстати, если вдруг что-то у вас замучается или перестанет работать, не обращайте внимания. Это просто у нас пытаются некие структуры блокировать YouTube, да, ожесточенно. Василий Александрович у нас просто новости не смотрит. Что, серьезно? Да, Telegram, все серверы, Google, да, и все остальное. Я, кстати, видел классный ролик в интернете, когда люди пускают самолетики, и какой-то там сумасшедший, как это, уборщик, да? Дворник. Дворник. Кричит, эй, вы заболяли меня своими дочками, убирает, убирает, люди кидает, это Telegram. Ну, я считаю... Павел Дуров такой. И Павел Дуров, да. Я не хочу это обсуждать, это, наверное, надо обсуждать каких-то политических программ. Да, мы это делать не будем. Да, мы это делать не будем, но я четко вижу, да. Да, ну, я четко вижу, что вот периодически трансляция так подвисает. Видите, вот квадратик, вот тот, который должен быть все время зеленый, да, становится почему-то иногда красный, да. А когда нас смотрят, мы делаем как ты. Да, не, ну не так. Так вот, собственно, друзья мои, сегодня... Несмотря ни на что. Да, несмотря ни на что и ни на кого, сегодня мы решили уделить время такому моменту, как шоу-бизнес. Вау. Да, да, шоу-бизнес. Что такое шоу-бизнес? Забыл еще сказать, для справочки у нас на YouTube-канале есть чатик, куда можно и нужно писать, оставлять свои комментарии, задавать вопросы, будем рады ответить. Так вот, шоу-бизнес. Можно ли прославиться? Все-таки шоу или бизнес? Ну, в нашей стране. В нашей стране считаю, что все-таки бизнес. Как и везде уже, да, бабки. Бабло побеждает зло. Вот бабушка моя, они собирались с бабульками на заваленке и пели. Опять про бабушку. И пели. А вот и денег за это они не просили. Потеря 131 кадр. Ой-ой-ой. Ничего, ничего, мы держимся. Мы держимся. Да. А вот сейчас, даже ребенок, когда начинает петь, они уже думают, так, это я выложу, это просмотры, это та-та-та-та-та-та-та. Выложу на горшке, что прикольнее было. Сразу дивиденды считают свои, не только деньгами, а вот что он от этого получит. Просмотры, лайки. Да, вспомните, Василий Александрович, себя, когда вы учились в музыкальной школе. Вы тоже думали, я стану классным, великим, и все будут, не дает, 5 часов в день надо было на рояле вонзать. Я думал, что сегодня 1 декабря, у меня через 20 дней экзамен, я ни хрена не готов еще. Да, так же беда. И сидел, учил. И сидели, учили. Сейчас нет, сейчас все на продажу. Вот это бесит, все на продажу. И ты заметь, в слове шоу-бизнес нет слова искусства. Творчество. Творчество, да. Есть шоу, чтобы оно все было яркое, большая сцена, свет, звук, спецэффекты, чтобы что-нибудь взрывалось. Не важно, какой у тебя голос, что ты несешь. Саныч, потому что это же не наше, понимаешь? Да. Ни одно, ни второе слово из этого не принадлежит, извините, к русским словам. Я вообще тут пристроился, каким боком, непонятно, к русским. Зато как звучит, я работаю в шоу-бизнесе. А шоу-бизнес, давайте концертное дело, да? Нет, как это лучше сказать. Творческое дело. Да. Это я тут... Работа. В прошлом эфире мы задевали тему, что если писать песни на русском языке и на английском, да, то не слушается. Что там хрень тех, что там хрень? Ну вот на английском слушается интереснее, да? Слушается круто. Так и здесь, шоу-бизнес слушается круто, да? Это как я всегда издевался, когда идешь куда-то на концерт, они говорят, у нас в четыре саундчек, да, вот этот саундчек. Это настройка звука, да, теперь переводится, да. Настройка, ну говори, у нас в четыре настройка звука. Слушай, ну что говорить, у нас чат моего коллектива, где мы общаемся, там я рассказываю про наши, там, куда мы едем, во сколько мы собираемся, и все пишут, окей, окей, окей. Терпеть не могу. Как-то завел разговор о том, что, ребята, давайте как-то по-русски, да? Писать хорошо, да? Хорошо, добро, там, я не знаю, я понял хотя бы. Нет, окей, окей. А потому что... А все две буквы, смайлик. Просто, просто, просто. Потому что просто, ну, как говорил один из великих писателей, чем проще язык, тем проще мысль, да. Ну, то есть, так и есть. Вот я о другом думаю, Василий Александрович, не знаю, я сейчас скажу глупость. Меня всегда смущает, что во время наших эфиров, ну, как мы уже обсудили, вы же у нас очень красивый, да, а я, ну, как-то, да. У меня всегда блестит, да, вот все, у меня все блестит. Посмотри, чувак, который осуждает. Да, да, так я тоже такой же точно. Американский склад, да. Да, я тоже такой же точно, да. Я блестит, лысина. Вот у меня обычно в эфирах. Я смотрю потом, просматриваю. Я комплексую очень по поводу своей прически. Ты блестящий. Я взял пудру сейчас, и вот, между прочим, все это. Нет. Ничего. Дай что-то другое попробовать. Например, скотч. Все равно блестит. К чему я, собственно, ладно, шоу-бизнес. Вопрос интересует другой. Интересует вопрос такого склада. А возможно ли самому пробиться в наших суровых условиях шоу-бизнеса? Или же нужен человек, продюсер, я не знаю, там, концертный директор? А на этот вопрос нам ответит наш сегодняшний гость Андрей Сергеевич. Давайте с гостем чуть-чуть попозже. Давайте мы подведем к гостю. Василий Александрович сейчас расскажет одну очень увлекательную историю, видео, которое мы вам покажем. И пока мы будем вам демонстрировать это видео, здесь появится наша сегодняшняя гостья, которая и ответит нам на этот вопрос. А теперь краткая предыстория к видео, которое вы сейчас увидите. Давным-давно. В 2001 году. Ну, ни для кого не секрет, что у нас есть в Ростове-на-Дону коллектив «Гольфстрим». Коллектив существует давно. Играем мы на струнных инструментах, различную музыку. У нас большая история. И совсем недавно произошел такой очень интересный случай, который никак не был срежиссирован. То есть это просто произошло. Никто этого не ожидал, но так случилось. Мы поехали в славный город Ессентуки, который отмечал свой юбилейный день города. И нас пригласили выступить на открытой площадке перед грязелечебницей Есентукской. Очень красивое здание. Помнишь фильм «12 стульев», когда киса Воробьянинов стоял с шляпой? Мадам, месье, же не можешь пас, сижу, гибензе мир битте. Да, это вот он стоял там. Очень красивое место. И получается, что задником нашей сцены, это вот были эти большие колонны, очень красиво все получилось. Концерт на открытом воздухе. И где-то ближе к концу уже выступления нашего, у нас оставалось, наверное, минут 20, начал накрапывать дождь. Ну, накрапывает и накрапывает. А мы сидим, мы сидим с акустическими инструментами. У нашего виолончелиста, виолончель 19 века, какой-то там сумасшедший чех, который не то, что там воды боится, там чуть-чуть там перепад влажности, все, он там весь рассыхается уже. Начинаются капли дождя, мы играем. Дождь продолжается, усиливается сильнее, сильнее, сильнее. И все это превращается просто в ливень, в настоящий ливень. Никакой крыши у нас нет. И вот под этим дождем продолжался концерт до тех пор, пока не то, что мы не промокли, и зрители, а пока что аппаратура не вырубилась, просто от того, что там был перепад напряжения какой-то, вырубился сначала свет, потом вырубился звук. И все это засняло, этот видеоматериал, который мы сейчас вам покажем. Наш замечательный концертный директор, которая оказалась в нужном месте в нужное время, и этот сюжет предоставила нам она и компания iPhone. Это сейчас сря было вообще. Да. Я хоть раз сказал, в эфире Samsung нет. Поехали, друзья, мы смотрим. Смотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, собственно, а потом в полной темноте были крики Браво, браво, молодцы, молодцы. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Елена, теперь подвиньтесь немножко к Андрею. Да. Подвиньтесь немножко к Василию Санчу. Да, вот так хорошо. Друзья, наш концертный директор Елена Хлонская. Друзья. Да, Елена. Это, собственно, тот человек, который вместе с нами мог на этом ролике, мочил свой телефон с откусанным яблоком и снимал этот удивительный сюжет. Но на самом деле этих удивительных сюжетов происходит великое множество на наших гастролях. И благо, что за последние годы у нас появился такой человек, который с нами гастролирует, который нам помогает. Ну это не самое главное, да, моя обязанность с вами гастролировать и снимать вас на видеосъемку. Самое главное, конечно, организовывать такие концерты. Это естественно. Так вот, Елена, Василий Александрович задал мне вопрос. Что все-таки у нас, шоу или бизнес, имеется в виду в нашей стране, как по-вашему? И шоу, и бизнес, конечно, больше бизнеса, чем шоу. То есть бабло побеждает зло, да? Бабло? Да. Зло надо побеждать, пусть хоть бабло его побеждает. Ну, рассказывайте, Елена, как вы пришли к тому, чтобы стать, я просто как бы скажу так, я-то не играю в коллективе Гольфстрим, но я плотно следил и продолжаю следить за творчеством этого несравненного коллектива с дня его основания. Да. Да, ну я, конечно же, намного меньше в коллективе. Уже в этом году будет 7 лет, как мы вместе. Да, это уже срок. Если бы я убил... Нет, нет, еще бы не вышла. Я бы уже вышла на свободу. Нет, 25 дают за это. 25? Да. Еще есть что. Это вот если бы вы, к примеру, объегорить кого-то захотели, статья мошенничества, да? Или если бы вы какие-нибудь психотропные средства им продавали, тогда да, тогда, может, семью годами бы они сделали. Не одевались. Да, совершенно случайно это получилось. Увидела я ребят по телевизору на канале, тоже ютубовском каком-то, и захотела пригласить к себе в гости. Лена в телевизоре ютуб показала. Да, и в гостях у нее в гостях стрим играет. Вот, решила пригласить в гости, пригласила на выступление, и потом мы подружились, и в течение, наверное, месяца 8-9 мы просто общались, и я помогала Василию и коллективу немножко с фотосессии, с видео, с съемкой. Снимала нас. Нет, нет, я еще только с вами не ездила. То есть, какие-то рекомендации, а потом мне Василий Александрович предложил помочь организовать концерт, посвященный десятилетию коллектива. Такого опыта у меня не было, но у меня было твердое убеждение, и сейчас оно остается, что ничего нет невозможно, мы все люди умеющие разговаривать, то есть, все можно узнать, и самое главное было бы желание, задор и запал. Вот так вот мы и сделали этот концерт, и на следующий день после этого концерта Василий Александрович сделал мне официальное предложение стать их концертным директором. Елена, чуть-чуть поближе к микрофончику, да, или погромче, да, говорите, и Василий Александрович тоже, а то потом люди жалуются. Мы сегодня можем с тобой вообще, лайтово, сидеть молчать. Я просто думаю, я думаю, как вы сказали, Елена, нет ничего невозможного, в балет хочу, хочу в балет. На самом деле, не поверите, вот недавно обсуждали с близким мне человеком, я всю жизнь мечтал играть образы лирических героев, да, то есть вот, чтобы вот это что-то, но фактура всю жизнь у меня такая, что... значит, новые лирические герои, а что было очень мало пухленьких мужчин. Так как вы говорите, пришли, значит, в гольфстрим, организовали десятилетие, да? Организовали, да, и после этого... Это был гастрольный тур или это был концерт? Нет, это был сольный концерт в Ростове, Андрей Сергеевич режиссировал этот концерт, Василий... Не только, еще и двери сносили во время выступления. Потому что кто-то... Мы давно уже вместе... Перепутал фонограммы. Да, вместе с вами, да, это было что-то с чем-то. Конечно, это заслуживает отдельных, наверное, посиделок. Отдельных посиделок. В нашем теперь уже новом зале. Лен, ну, мы сегодня говорим о тебе, о нашем человеке, который не связан с детства, с творчеством, не имеет музыкального образования, тем не менее... Театрального. Тебя уже можно назвать, как бы, настоящей акулой, да, нашего шоу-бизнеса, пускай пока ростовского, но тем не менее. Поэтому я хотел бы, чтобы вместе с нашими зрителями ты... Мы проследили твой путь, твое становление. Ты же ж... Ну вот расскажи вообще, вот с чего начался твой путь вот именно в творчество, в организации мероприятий? Как это все произошло и почему? То есть это же не просто там, а вот, да, Василий Александрович предложил, давайте организовывать, взяла телефон, начала звонить. Вам гольфстрим не нужен, да? Это же не так все? Нет, это не так. Да. Как это происходило? Ну, во-первых, мне очень... Именно вот так вот все и происходило. Взяла телефон и начала продвигать, потому что мне самой очень лично и понравилось то, что делают ребята. Поэтому мне хотелось донести это до людей как можно большего круга, охватить не только Ростов, область и другие регионы. Да, это делается именно так. Берешь, ищешь, кому продать, звонишь. Зачем ты сказал так? Да. И говоришь, а гольфстрим вам не нужен и рассказываешь. Просто я знаю в холодные звонки, я одно время мебелью торговал, да был такой случай. Ну, это мебель, а это... Меня столько раз так далеко, так это самое. Ну, культурные люди вам попадались в сути. А я же и звоню к людям, которые какое-то отношение имеют к творчеству. Ну, где-то 80 на 20. Из них культурные 80, а 20 непонятно что делают. Разные у нас круги общения. Ну, так вот. Потому что ты продрал мебель, а я продаю искусство. И далее. Просто я помню концерт в Весентуках, но не тот, который вы только что посмотрели, а когда мы везли туда концерт, я вел его, правда, из-за кулис, там, ну, там было целое тоже, очень было сложно это все наладить. Я помню концерт в Весентуках. Вот, если я не ошибаюсь, вы выступаете в Весентуках регулярно. Да, теперь уже регулярно, потому что это публика наша. И это филармония, как минимум, да? Нет, 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 не филармония. То был концертный зал Шаляпина. Сейчас мы выступаем на городской площади всех городов Кавказских минеральных вод. Это Ясентуки, Пятигорск, Кислободск. Люди безумно любят творчество ребят. И, соответственно, и управление департаментов культуры, они тоже со вкусом люди, поэтому они хорошо реагируют. Что тоже очень странная история, да. Ну, не знаю. На самом деле это... Аплодисменты, да. Да, если в отделе культуры работают люди, которые разбираются в культуре, по нашим временам это, конечно, редко, но это здорово. Опять же, что еще можно сказать? Это же не маленькие залы. Это же не 20 человек на концерте. Это большие, огромные залы. Тогда было 8 марта, если я не ошибаюсь. Ну, тогда было 8 марта. И зал нам забили. Был полный зал. Было 1200 административных сотрудников. Это да. Это был подарок от администрации города всем женщинам к 8 марта, которые работают в департаментах культуры, образования, медицины. Нет, департамента... А, неважно. Ну, да. Вот. Вот такой вот был подарок. Ну, друзья, мы все-таки начали разговор с того, что как ты пришла. Да, я же сказала, как я пришла. Случайно. И осталась навсегда. С чего все началось? Расскажи. Ну, Вась, я же сказала, что я вас увидела по... Нет, не нас. Вообще, как ты пришла в организацию мероприятий? С какими трудностями? Ты же никогда не музицировала. А, тоже случайно. Ну, вот расскажи, от самого начала. Я поделилась своей идеей об организации своего дня рождения, как бы я бы хотела его видеть, со своей подругой Еленой, у которых свой бизнес, свой ресторанно-гостиничный комплекс, замок в городе Шахты. До сих пор он есть, процветает. Привет, если вы меня смотрите. Вот, благодаря... Елена все это послушала. И сказала, клево, мы уже столько лет с тобой общаемся, а я не думала, что у тебя в голове вот так вот все складно, ладно, может получиться. Давай осуществим. Да. Я помню, мы организовали мой день рождения, и следом были майские праздники. Елена хотела открыть летнюю площадку. Тогда еще вообще ничего не было. На этом месте была стоянка. И стояла огромная просто задача из стоянки превратить все в летний сад, шатер, где бы происходило действие. Как раз был год пивоварни. И опять-таки Андрей Сергеевич взяли номера телефона и начали звонить. Я сейчас как вспомню, это были такие астрономические суммы. И суммы на что? Суммы на аренду, оборудование. Ничего своего не было, да? Ничего своего не было, да. Артисты называли какие-то прям вот нереальные суммы. И вы соглашались? Нет, мы искали, да. Мы искали, где подешевле, мониторили, да. Вот, потому что понимали, ну что... Надо еще позвонить. Вот, искали. В итоге нас там один подрядчик кинул, появились другие. То есть все... То есть набивая огромные шишки через терник звездных. Да, именно так вот. Вот такого не было. Раз и все, и все стало круто. Не было. Сейчас, конечно, все гораздо легче, потому что у нас есть все свое. Да, Василий Александрович? Ну, на самом деле, да, это хорошо. И это очень помогает, когда у тебя есть уже свои какие-то ресурсы. И в области оборудования, и в области связи, каких-то знакомств. Да, я не пришла. Понимание того, что... Да, когда ты ищешь человека под названием парадист, да, а знаешь только тех, кого показывают по телевизору, да, тебе нужен какой-то парадист, да. А когда ты знаешь уже знакомого, кто-то подтягивает знакомых, и есть база артистов какая-то уже своя, и знаешь, что вот этим стоит работать, а с этим не стоит, а с этим хорошо, но дорого, а с этим... Мне в прошлом году Дима Белых, ну, наверное, всем вам известный... Человек с нормальной прической, да. Медийный такой товарищ, ведущий, да, он мне на прошлый день рождения сделал такую поздравлялку, видео, и сказал, что, Вась, вот человек, который в своем деле больше 15 лет, и он никуда не сворачивает, это очень круто. И это значит, что он находится на своем месте, что он это может и делает это хорошо. Поэтому я хочу сказать, что очень важно никуда не сворачивать. Как бы ни было трудно, как бы ни... Какая-то такая самореклама идет, да? Как бы ни было трудно, Василий Александрович и Елена никогда не сворачивались с намеченного пути. И вот 7 лет, они уже бок о бок, 15 минус 7, сколько им еще осталось, да? Как дело дойдет до 15, и они никуда не свернут, друзья мои. Тогда мы их поздравим. Тогда мы их поздравим с этим добедательным днем. Ну что, Елена, у нас есть регулярная рубрика. Да, мы зачитываем анонсы. Кому как не вам знать об этом, да? Да. Мы зачитываем анонсы на предстоящую неделю. Он хочет закончить. Ты хочешь закончить? Просто я видел анонс, я видел анонс, читал, я посмотрел на время и понял, что да, что мы еще минут 30 будем читать анонсы, да. Ну что-то ты как-то совсем уж вскоре... Может, больше не о чем меня спросить? Спросите меня, как я вообще решилась еще окунуться в один бизнес. Во-первых, у нас есть еще один сегодняшний сюжет. Мы обязательно покажем видеоролик, он очень классный. Мы его обязательно с тобой обсудим. Да, я, кстати, не видела. Не видела, да. Да, ты его не видела. Мы специально выбрали такой, чтобы ты не видела. Но перед тем, как перейти к этой рубрике, я бы хотел еще, чтобы ты, Лена, рассказала со своей стороны про то, насколько сложно, понятно, очень сложно в нашей стране, и деньги нужны, и связи. А вот молодой артист, возьмем, например, Андрей Сергеевич, молодой, никому не известный вокалист со всеми удобствами. Пожалуйста, мне молодой. Вот что ему делать? Вот расскажи ты со своей стороны, пройдя через свой опыт уже какой-то, да, ну, примерно понимая, что он поет там эстраду, поет ее неплохо, но он не очень фактурный. Вот что ему делать? Он хочет. У него нет денег, он хочет. Ну да, мне даже и представлять не нужно, потому что очень частенько обращаются и молодые кавер-группы, и единичные артисты, нельзя так сказать, да? Ну, можно. Да. Вам, Лена Николаевна, все можно. Вот, и предлагают себя тоже взять на администрирование, мне. Вот. Если бы даже я и согласилась, то заняться их продвижением, то в первую очередь, естественно, нужен продукт, который они готовы в массы вынести. То есть, я бы посмотрела бы уже, что это за продукт. А у тебя есть какое-то понимание уровня, качества этого продукта? Ну, может быть, не во всем, но первое впечатление, естественно, я бы составила, потому что я больше отношусь к людям из большей массы. Без музыкального образования, которые просто слушают. Да, да, да. Им либо нравится, либо не нравится. Конечно же, я бы... А ты попадаешь, вот, ну, вот, если, допустим, нравится тебе, то и всем понравится, и наоборот. Ну, показывая опыт гольф-стрима, да, как я работаю, значит, все-таки у нас совпадает. Ну, согласись, все-таки гольф-стрим это инструментальный коллектив. Инструментальный коллектив. Тут больше вероятности, что понравится. Почему? А потому что, ну... Нет, есть понимание, нравится и не нравится. Без песен, без танцев. Мне может понравиться и вокал мне может понравиться. Ну, то есть, это первое. Нужно иметь репертуар. Желательно, конечно, чтобы он был уникальный. Свой авторский. Либо это какие-то интересные аранжировки, либо авторский материал. Потом бы я обратилась бы, конечно, за помощью к специалистам. То есть, к вам, мои дорогие друзья, чтобы вы оценили уже с точки зрения профессионалов, что это за продукт. Возможно, мы бы с вами рекомендации ваши выслушали и, допустим, что-то, может быть, видоизменили. Потому что мы имеем большие возможности в нашей школе и вокалом позаниматься, и аранжировки хорошие написать, дописать. Потому что есть даже сейчас артисты, кто выступает на сцене, я московский не беру, я беру ростовский уровень, где я слышу, и мне бы уже хотелось бы подойти человеку сказать, перепиши ты свою аранжировку. Потому что очень много других инструментов, а ты как солист, ты прям теряешься. А для чего надо делать? Тратить деньги, которых у него нет? Нет, но он же хочет, он обратился же за продвижением, поэтому нужно прислушиваться. Чтобы он поет по ресторанам. Чтобы он продавалось это лучше, то есть я бы выполняла бы свою работу тогда бы в полном объеме. То есть нужно еще, как говорится, господа, соответствовать. Естественно, я не все знаю, но уже опыт кое-какой есть. Но есть какие-то, знаешь, постулаты, какие-то шаги, которые нужно каждому человеку, который хочет чего-то достичь, их пройти? Вот первое, второе и третье. Есть? Ну, конечно же, социализирование. Какой-то сюжет, знаешь, такой основной? Нет, вот в том-то и дело, что нет такой фабрики, которая быковала бы артистов. Здесь нет, в Ростове. Продюсеров точно нет такой фабрики. В основном, да, и у нас, наверное, в России тоже. Лена, 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 я согласен с тобой полностью. Я сейчас юморочек ставлю. Друзья мои, такой фабрики нет. И то, что называется факультет менеджмента в консерватории, это вот совсем не то пальто. Не совсем правильно. Не, я без сарказма, правда говорю. Ну, потому что в реальной жизни все совершенно не работает. Музыкальный менеджмент. Да, совершенно все по-другому. Все именно на ощупь. Но, конечно же, очень важно иметь круг общения, который тоже в теме. Заниматься соцсетями. Желательно, чтобы это были разные люди, чтобы кто-то профессионально занимался одним-сторым. Почему в Ростове нет продюсерских центров, нет продюсеров? Вот ты, вот твое мнение. А где они есть? В Москве. Ну, продюсерские центры, которые продюсируют уже артистов. А эти люди, которые там работают, они где-то учились? А давайте, давайте, давайте. Я хочу, секунду, мой кудрявый череп пытается понять. Объясните мне, объясните мне, пожалуйста. А вот Василий Александрович, вопрос к вам. Включите ему третий микрофон. Василий Александрович, а продюсерский центр, это вот что вы имеете в виду под этим названием? Я пришел, здрасте, меня зовут Федоренко Василий Алибабаевич. Спасибо, что мое имя. Не Василий, Клавдия Алибабаевна, Бурлаков, Рося, я хочу. Они видят хороший голос, они понимают хорошая фактура, это мы можем продать. Так, значит, это самая по Арбату и Тверской ходят девочки с тоской. И она не вкладывает своих денег. Или же мы говорим о том, что вот есть в большинстве своем в Москве. А, ты хочешь стать звездой? Хорошо. Значит, смотри, песню написать 3 миллиона. Я вот к этому и веду. Да. Что в Ростове этот шоу-бизнес не существует и не будет существовать никогда. Почему? Потому что все централизовано находится в Москве, и здесь нет смысла вкладывать деньги. Ты не станешь здесь популярным, ты не станешь здесь звездой. Это невозможно, потому что нужны центральные телеканалы, нужна центральная ротация по радио. Именно центральная. Все, все, что мы здесь можем, это через YouTube наш дорогой. Да, вот нас два человека смотрят. Да, прекрасно. Инстаграм и все остальное. Но опять же. Это первые шаги. Но опять же. Это сделано вот здесь, вот в нашем курятнике. Конечно, это очень здорово, и это только начало. Поэтому пройдут 40 лет, и здесь их не будет. И мое личное мнение, что, друзья, если вы чего-то хотите добиться, есть два пути. Позитивный парень. Давай второй путь. А может, я вам первый расскажу? Давай, давай, Василий Александрович. Первый, берете чемодан денег, едете в Москву. Через неделю вам подвозят второй чемодан. Да, вы ходите на вокзале, и там еще 200 человек выходят с такими же чемоданами, да. На том же вокзале, да. Да поболять его у вас. Ну и так и что. Ну а какая гарантия, что это все получится и состоится? Не состоится ничего. Нет гарантии, абсолютно нет. Нет никакой гарантии. Да, могут написать песню. Да, даже был такой момент, когда предложили за определенную сумму сняться, дабы потом вставить выступление в новогоднюю ночь. То есть нужно было отдать деньги сейчас, приехать за свой счет. В сентябре или в октябре отсняться, и гарантии тебе никто не даст, что тебя вставят. Но деньги-то заплатят не зато что-то вставят сняться. А денежка немаленькая, да? Немаленькая, да. Но я знаю, что сейчас 3 миллиона, да, получается? Да, да что это вот эта волшебная сумма? Ну она и есть такая. Это песня, аранжировка, клип. Да? Причем клип такой. Да, так, такое. Мы тут лучше сняем. Конечно, Вася. Да, вот 3 миллиона это... Это одна песня. Да, это так. Это без ротации на радио, без ротации по телевидению. Вот с чего мы с Андреем Сергеевичем сегодня начали. Шоу-бизнес. Да. Поэтому я хочу домой. Причем шоу это не только красивая картинка, но это еще и шоу, мне кажется, такого общения между продюсерами и всеми этими конкурирующими фирмами. Пронзенные стрелами амур. Там кошмар, что творится, как они все друг друга любят. Во всех смыслах этого слова. И, собственно, мы так позитивненько у нас пошло. Вариантов мало на самом деле. Но Елена нам говорит о том, что... Вы молодцы. Вы молодцы. Да, и что это замечательно. И я почему как бы и продолжаю оставаться вместе с вами, потому что я вижу, что вы верны своей профессии, что вы никуда не денетесь. А тут расклад. Вот не знаю, как у кого тут расклад. Не знаю, Василий Александрович, это точно. Нет, ты не можешь не делать. Что? Одно дело это выходить на сцену или не выходить, это вопрос уже каждого, да? А вот не писать, не играть, не петь. Не что-то творить. Ты не можешь не делать этого. Это как естественная потребность. Причем, товарищ продюсер, я честно пытался этого не делать. Ну да, вы просто не сможете. Ломка начинается, да. Поэтому мы вместе с вами. Да. Мы вместе. Мы вместе и мы с Илан. И место это называется школа. Мы, кстати, с Еленой недавно познакомились с одним товарищем, он уже не молод. Он работал в администрации, он под куда-то, по-моему, в области. И он нам принес, ну, наверное, штук сорок песен своих, на которые он сделал аранжировки, записал в студии, даже снял клип. И все это он делает за свои деньги. Он выступает на областных всяких городских мероприятиях. Да, ему просто по кайфу, ему это интересно. Я даже подозреваю, кто это. Ну, может быть, и подозреваешь, но на самом деле он такой не один, есть такие люди. Это тоже определенный пласт людей, которые хотят, могут и что-то делать. Они это делают для себя. Как у меня. Да, если у него получится, он, конечно, куда-то вылезет. Был у меня целый полковник МВД, который писал песни, играл их под гитару. Целый полковник МВД. Саша, да. Причем работал человек в отделе по борьбе с экономическими преступлениями и уже на пенсии. Я говорю, Саш, а мы встречались на каких-то бардовских слетах. Я говорю, Саш, ну что там, как ты? Он говорит, жду не дождусь, когда уйду на пенсию и смогу. Чтобы нормально. Только, только пенсию. Да, да, только пенсию. Ну, таких людей очень много. Мы к чему это все подводим? К тому, что сейчас будет наша постоянная любимая рубрика, которая называется «Шарики за ролики». У нас скоро появится красивая заставка. Наверное. Лена, смотри туда. Улыбайся, Лен. Да, пока что ее нет, но мы вам показываем ролик, на котором именно простые люди, ну, правда, национальность их обязывает петь достойно и красиво. Ну, они сидят за столом. Они просто сидят за столом, отмечают какой-то праздник и просто поют. Давайте, друзья, посмотрим и насладимся такими простыми моментами из жизни простых людей. Андрей Сергеевич, нажмите, пожалуйста, кнопочку. Нет, он не может, он заслушался. Я не буду, я не буду жрать кнопку. Дамы и господа, сейчас... Ты не скачал этот ролик? Нет, ролик есть, вон он. А сейчас вы услышите, как некогда знаменитый коллектив Арейра... Зачем? Ну, все же... Ну, зачем? Ну, все же... Ну, зачем? Да никто не знает. Друзья, а уже вы... Послушайте, как здорово люди поют и отдыхают, в конце концов, да. Представьте, что это просто... Да, поехали. Да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Настоящее искусство Люди сидят за столом Настоящее искусство с мурашками Ну вот до 100-25 Ито тут Андрей Сергеевич вам хотел нами сказать дайте урок приходит ко мне вы заявляете не только на 6 голосов и пласт сравниваем В связи с моим уроком по вокалу мы перейдем к ее elena как известно всем нам присутствующим в этой богатой студии вы являетесь соучредителем школы Гольфстрим. Так ли это? Ну, изначально предполагалось, что я просто свои свободные денежные средства возьму и вложу в покупку недвижимости. На этом, собственно, и должно было закончиться мое участие в этом проекте. Отчего же оно не закончилось? Скажите. Но, как оказалось, возникла острая необходимость еще на начальном этапе. Это стройки, где просто, ну, никак без меня... Фильм. Сейчас. Фильм, значит, называется «Служебный роман». И там была такая активистка, как ее звали? Да. На похороны собирали. Которую выдвинули. И никак не задвинули обратно. Да, правкома. Да, да, да. И никак не задвинуть теперь обратно. Нет, она из бухгалтерии была. Из бухгалтерии? Да. По-моему, вы работаете в бухгалтерии? Да, вот и. Идите в бухгалтерии. Вот, собственно, об этом мне иногда напоминают. Занимаетесь вы продвижением Гольфстрим, симфогруппы Гольфстрим? Вот и занимайтесь. Вот и занимайтесь. Ну, собственно, я очень хочу, чтобы наступил тот день, когда вот Андрей Сергеевич, как старший преподаватель школы и другие наши преподаватели Как она нас перевела-то, а? Да. Поскорее уже бы взяли все в свои руки и я бы сказала... Наладили бюджетную, так сказать, атмосферу. Бюджетную атмосферу. Творческая у нас все в порядке. Творческая нотка. Вот так. Давайте наладим творческую атмосферу с легким бюджетным подкатом. И я прекрасно тогда уже займусь своими прямыми обязанностями. Буду приходить раз в неделю, забирать чемодан наполненный и ехать с ним в Москву, друг с ним. Я тоже очень рада, что я здесь тоже приношу пользу, занимаюсь тоже продвижением еще школы. И пока полезно. Спасибо вам. Ну, опыт новый, потому что, я скажу вам так, я видел квадратные глаза Елены, когда она первый раз из-за двери услышала, как я веду урок. У каждого свои методы. У меня методы очень жесткие. А почему? Я тогда еще подумал. Она подошла ко мне очень так корректно, ну, если без шуток, говорит, Андрей, слушай, ну, блин, ну ты так кричишь на них и там и все, и зачем? Ну, не на всех. Зачем? Ну, я не к тому. Я вдруг поначалу подумал, разве так я сильно кричу? А потом понял, она же никогда не была в музыкальной школе вот тех времен. Не то, что сейчас дело с детьми в музыкальной школе. Не в консерватории, не в училище, как преподаватели ведут урок, профессионалы, когда учат своих профессиональных, как спортсменов, когда берут. Я не знаю, как было у вас, Василий Александрович, у меня было жестко, у меня не было жестко. Прямо в закадыки вперед. Когда мы учились, то вы примерно на одном уровне музыкальных учреждений, на меня не кричали. Но победителями в итоге становятся в любом виде деятельности только люди, которые, я думаю, что много на себе испытали и разнообразных эмоций, когда им и больно было, и страшно было. Они все это пережили, они побороли себя. Не ушли. Не ушли, да. И они достигли больших результатов. Тут очень важный момент вот этого вот всего, когда вот приходят ученики к нам в школу, да, они видят Елену, общаются, видят, ну, Василия Александровича видят меньше, потому что Василий Александрович у нас не преподает. Видят администратора. Да, видят администратора. Хорошую обстановку. Да. И в то же время каждый ученик приходит, вот еще Елена об этом говорит, с определенным прицелом. Вот определенный. И если человек приходит вот с прицелом мне на день рождения племяннику песенку надо приготовить там, или я хочу в караоке блистать, это одно. Зачем? А когда приходит человек и говорит, я хочу стать профессиональным артистом, ну, тогда держись. Держись. Будем становиться профессиональным артистом. Да, и видите, получается, что мы когда эту школу открыли, смысл был в том, что, ну, извините, зарабатывать деньги, да, зарабатывать деньги, деньги тех людей, у которых эти деньги есть, те, которые стали уже кем-то, чем-то в своей жизни, и они хотят еще параллельно заниматься творчеством. И тут такие мы и красивые, у нас тут такое помещение, студенты, педагоги. Ну, я тоже должен разговаривать за... За красивые. Ну, как бы... Я не красивый. Как бы эта нотка тоже присутствовала. Но... Вот Андрей Сергеевич прав. Ну, спрос породил предложение. Все зависит от того... Зачем? Зачем. Да, зачем к нам приходят ученики. Если действительно они хотят что-то серьезное... То без боли никак. Без боли, без боя. Ну, вот, видите, каждый воскресный тренинг, да, вот у Лены... Хожу, спасибо. Ходят, да, на воскресные тренинги. И каждый воскресный тренинг, людей все больше, 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 больше и больше и больше. Прорекламируйте тренинг, Елена, у вас получится. Да? Да, попробуйте. В это воскресенье опять состоится очередной наш сбор, семинар, который ведет Андрей Сергеевич. Мы никак не можем приступить ко второму семинару. Изначально это планировалось так, что каждый преподаватель нашей школы будет проводить мастер-класс. Андрей Сергеевич по вокалу. Андрей Сергеевич занял территорию? Нет. Никого не пускает туда? Ангелина Сергеевна мастер-класс по игре на фарматиано, Влад на гитаре, Эрмен на барабанах. Но мы застряли сейчас, и я думаю, что это будет долго еще. Долго еще будем мы застревать. Потому что спрос просто громадный на то, чтобы сначала нужно людей подготовить к урокам, освободить их сознание, чтобы они чувствовали себя раскрепощенными, чтобы они потом не стеснялись, не боялись, вернее, петь, выдавать какие-то звуки, не боялись выступать. То есть нужно сначала с ними поработать. Да, это важно. Это очень важно. Главное, что хочу подчеркнуть, друзья мои, в 15.00 абсолютно бесплатно. Без пла. Без денег, без двозд, без ддо. Поэтому пользуйтесь халявой, друзья. Ее очень мало в нашей жизни. Пользуйтесь. На этой оптимистической ноте мы переходим. А тут есть подождите. И мы переходим к нашей замечательной рубрике, которая называется «Пойдем культурно отдохнем». Вот, классно. Итак, друзья. Итак, друзья. На этой неделе у вас огромный... Все? У вас огромный на этой неделе. Друзья, огромный-огромный список у вас и у нас тех мероприятий, которые предстоят. Вот, видите, целое. Мы вам сейчас столько всего расскажем, что у вас просто... Да, Галине, привет. Спасибо большое. Сейчас посмотрим, как она справилась. Разбегутся глаза, уши... Саномыца. Вы начинаете? Не-не-не-не. То есть, Антон Павлович мне достался, да? Вообще, первые три страницы сегодня Андрей Сергеевич ваших. Почему? Пожалуйста, без вопросов. Что поют? Типа Александр Сергеевич Грибоедов. Вот без этого. Ладно, я знаю, что вы любите. Да, сейчас я буду... Но я все равно погружусь. Давай, Сири, возьмите. Дамы и господа, 26 апреля в четверг... Четверг. В чешверг в 18.30. Кстати, а какой сегодня апрель? Как раз 26-ое. Седьмое уже. Да, забыли про то, что я сейчас скажу. Забыли. И вернули страницу. Галя. Нет, не так. Только что в театре имени Горького закончился Вишневый сад, друзья мои. Вишневый сад это замечательная пьеса Антона Павловича Чехова. Кстати, уроженцам нашего ростовского города Таганрог углубляться в сюжет Вишневого сада не буду. Образование мое и культура требуют сказать, вы же все знаете. Но суровые реалии и понимание дают мне знать, что не знаете вы совсем о чем там в Вишневом саду. Поэтому, Андрей Смирнович, читайте по бумажке. Женечка Гришковец. Есть такой писатель, не побоюсь этого слова, актер, сценарист и даже режиссер. На большой сцене театра имени Горького представляет роман Театр Отчаяния или Отчаянный Театр. Я не знаю, зачем мне написали определение предисловия к роману Театр Отчаяния. Предисловие, тире. В смысле предприятие предисловие и слов не написано произнесенное. Чтобы ты понимал... Чтобы я понимал, что такое предисловие. Читать это было не нужно. Вы сказали, читайте, что написано. Я читаю, Василий Александрович. Так вот, Театр Отчаяния. Это объемная книга написана как биографическая история, но главным героем романа является не человек или не только человек как призвание, движущее, ведущее человека к непонятной человеческой цели. Я скажу вам так, друзья мои. Скажите, не у вас тройка. Книжицу эту я читал. Да. Книжицу эту я читал. И книжица эта весьма интересно. Евгений Гришковец в этой книге приводит свои жизненные зарисовки. Одна только сцена, как он в детстве встретился с медведем. Да. В лесу и он описывает, как он бежал от него, а медведь от него. Такие вот записки вырастающего человека. И не представляю, как это... Скорее всего, это будет не спектаклем, а монологом. Он будет сидеть на сцене и рассказывать, читать какие-то отрывки из этой книги. Сходите. Очень любопытно. Это предоставие к роману написанному, потому что я тоже немножечко читала, что он написал роман, а будет выступать с предисловием к роману. То есть какая-то тоже интересная история была к этому роману. Вот что такое предисловие. Да, да. Тут написано, да, предисловие в смысле, да. А в общем, я всем рекомендую, Евгений Гришковец, очень интересный автор, очень интересный автор. Ну, опять же... любопытно пройти, послушать имену. Жаль, что... А, напомню, секундочку, еще напомню еще раз, 27 апреля, то есть завтра, в 19.00. Ядре имени Гурького. На большой сцене. Мне читать дальше? Нет, дальше у нас Елена. Елена. Тут написано другое имя. Да. Елена, читайте. Итак, у нас 27 апреля, то есть завтра, в 19.00, Конгресс-холл ДГТУ выступит певица Света, родом из Ростова-на-Дону, не из столицы, мы из Ростова, и этим гордимся! Как был... Нигде еще пока не было этого, да. Да. Но скоро прозвучит эта песня, которую Андрей Сергеевич написал, то есть мы скоро эти слова. И Света молодец, она тоже гордится тем, что она родилась в Ростове-на-Дону. И она выступит на сцене с концертной программой, посвященной 20-летию ее творчества. Ого! Творчестве! Творческий юбилейный вечер! Вы представляете? Это она наверняка споет все свои самые лучшие хиты. Нет, ну почему? Василий Александрович, я тут прозреваю, я читаю, сколько у нее альбомов. Я в жизни знал, что столько у нее альбомов есть. Это же в каждом минимум по 10 песен, да? Ну конечно, не просто так люди становятся известными и популярными. Пласт искусства прошел мимо меня, естественно. Потому что они пишут, записываются. Как минимум, я вам хочу сказать, что мое знакомство с ней состоялось, извините, на предновогоднем корпоративе в прошлом году. Почему я не знаю? Ее объявили как звезда российской эстрады, наша ростовчанка. И она вышла и спела живьем весь концерт. А, я вам расскажу мое знакомство. Хотите, я, по-моему, даже рассказывал о каком-то из эфиров. Давай еще разок. Да. Не было 10 лет или даже 8 я выступал на соревнованиях агит-бригад ЮИД. И завершающее было все это в цирке, прям в помещении цирка. И в вестибюле вышел человек с микрофоном уже когда все нам вручили эти дипломы, кубки как лучшим агит-бригадам. Вышел человек и сказал а сейчас, друзья, звезда Сильмаша Ада. И вышла Света. Ей там на тот момент лет 15 с микрофоном вот она пела. А что она пела? А кто его помнит, что она пела? Из этого списка есть что-то? Любовь другая где найти в одну букву где найти любовь другая где найти любовь ты не мой где найти другую любовь я не могу это читать. Что мне делать твои глаза лети за облака облака хватит довольно А вот песня Василия которую ты на рояле играл на одной на стороне Да, дороговая раппорт Дороговая раппорт А ясно еще такое Нет, нет, нет никогда да, да я не жду тебя золотой рассвет есть, а нам нужно есть чем гордиться то есть молодец Света мы ждем тебя может быть даже к нам Костя А вот было бы прикольно да, если бы Света пришла к нам на эфир Вот она Елена, вы как наш припомнила бы да Поможете нам с этим? Ну да Вы сначала меня познакомите с ней а потом я уже дальше берешь телефон Следующий читает Василий Саныч у нас В общем, 27 апреля 19.00 все на концерт света в ДГТУ А те, кто не пойдет на концерт света и даже не пойдет на Гришковца не пойдет на Гришковца Гришковца те пойдут в театр Горького на малую сцену после Гришковца Не, не после на малой сцене А это во время, да? Да А, подожди а Гришковец у нас тоже? Нет, Гришковец Там же, только на большой Гришковец там же но на большой И на полчаса Одновременно в том же самом здании Но на третьем этаже театра имени Горького состоится Бродвей средней полосы Это мюзикл Описание читать? А я знаю рассказать о чем Давай Почти, а ты же прочитал Ну конечно, я же говорю Готовился Своими словами Я теперь буду пересказывать В одно село приезжает делегация из Соединенных Штатов Америки Кого? Кого-то И председателя Не кого-то, а фермеров Да, да Ну вот И председатель дабы как бы подарить сюрприз закрывает в Доме культуры замыкает коллектив и говорит ну местных там своих фермеров колхозников и говорит чтобы подготовили номер художественной самодеятельности на ночь он их там запирает и они всю ночь сидят там и пытаются что-то родить но походу это же деревня походу их каких-то там родов творческих возникает ревнивый муж который Ленка а ты чё всю ночь там любовницы и всё и же прочее вот такая вот у нас тут не происходит нет почему мы тоже можем родить за ночь хит и что же было дальше? что? пока не наступит утро ты это читал, да? ну посмотри он популярный этот очень мюзикл завоевал успех обновился состав молодые заводные и очень смешные актёры ростовской драмы в общем наша ростовская труппа сделала интересный бродвейский мюзикл который будет проходить на маленькой-маленькой сцене Ростовского государственного театра не бродвейский мюзикл друзья мои просто сделаем мюзикл да нет бродвейский завоевал успех думаешь? уверен не может быть бродвейского мюзикла про среднюю полосу России ну вот так случилось о во Потому что это там было, да. Женьба Фигаро. Кстати, Женьба Фигаро еще идет в музыкальном театре. А это будет происходить в театре Булькова. Да. 28 апреля. На следующий день, наконец-то, наступает 28 число. 18.30. Да. И Женьба Фигаро. Спектакль о ловкости и хитроумии, ревности и любви. Ты много всего написала. Подожди, я потерял. Это он от себя сказал. Почему? Нет? Вот. Безумный день или Женьба Фигаро. Пьеса Пьера Бомарше. 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 Да, вон ловкость. Ставит спектакль о ловкости, хитрости, ревности и любви. Режиссер Гульнара Головинская, ученица романа Виктюка. Виктюка, выпускница чего-то там. Ра и я не знаю. Ну, это не важно. Но Щукинского вообще ничего. И, конечно, я думаю, что зрителей ждет просто восторг, потому что будет все круто и замечательно. Талантливейшие актеры все идем на Жениху Фигаро. Что такое? Поехали дальше. Да, давайте. 29 апреля. 29 апреля, воскресенье. Кстати, скажите, люди добрые, а у нас выходные с какого по какое? Как вообще считаются? По-моему, с 30-го. То есть? С понедельника. Суббота еще рабочий день? Да. А воскресенье уже выходной. А выходной? И понедельник выходной. И вторник выходной. Я понял. Счастливый номер. 29 апреля, воскресенье. 18.30. Театр имени Горького. Малая сцена. Снова малая. Легкая, ироничная комедия о судьбе главного героя, миллионера, который мечтает обрести успех в личной жизни. И в личной жизни тоже. В личной жизни. Успех и в личной жизни. Который пытается обрести успех в личной жизни. Да что ж такое? Но как? Как поверить, что невесту интересует именно он, а не его капитал? Я думал. Завидный жених разыгрывает перед кандидатками настоящую, настоящий го, бедолагу. И помогает ему в этом друг ловелас. И какой-то... Сбалмашная мамаша. Сбалмашная мамаша. Господи. Переворачиваем страничку. Слушайте, как вам интересно это все читать. Давайте, пропустите что-нибудь. Что? 29 апреля, 18.00. Травята. Травята, друзья. Наконец-таки мы. 30 апреля. Все, да? 30 апреля. Там же, тогда же, спектакль. Там же, тогда же. Вот, кстати, вот театр именивый. Я прочитал описание. Я готовился к эфиру сегодня, да. Ух ты. Я прочитал описание. Давайте я вам его прочитаю. Ми-ми-ми. Однажды, в маленькой гостинице, встречаются двое. Фу-у-у. Так начинается роман, который длится четверть века. Еще меняется, все меняется в жизни. Все проносится, исчезает. Но постоянно лишь одно. Они встречаются в следующем году, в том же месте, всегда один раз в году. И каждый раз именно эти сутки помогают им прожить до следующей встречи. Каждый год непременно так же, как тогда. Ну, тогда же. Мне вопрос. А теперь вопрос. Ты сам понял, что это место. У меня вопрос. Вот они встречаются каждый год. Каждый год. Каждый год. Ну, вот они каждый год. Одиночество в сети. Те писали друг другу, да. А эти каждый год в гостинице познакомились. У них там случился роман. В общем, они... А теперь они каждый год ждут. Тут не сказано, мужчина с женщиной встречаются. Или женщина с женщиной. Тут написано, однажды в маленькой гостинице встречаются двое. А почему написали двое? Почему написали он и она? Он и она там. Встретились он и она. Почему двое? Интрига. Там же. Тогда же. Там же. Тогда же. Туда же. Ребята, давайте от 30-го пойдем и выясним наконец. Куда же, собственно. И когда. И когда. Давай идем дальше. А вот, Василий Александрович, вам читать следующую новость. Шансон. Ха. Декара Сильмаш. 30 апреля. Ярослав Сумишевский. Я его знаю. Это, по-моему, певец из интернета, который, да? Да. Я даже послушал пару песен сегодня. У него есть... Любимая женщина. На улице. Какую-то песню я услышал недавно. Еще удивился. На улице еще. В дешевую АКГшку там что-то. Это сам видос какой-то. Да, да, да. В общем, ребята. Пример. Человека, музыканта. Который просто себя снимает. Который просто себя снимает. Который просто себя снимает. То, о чем мы сегодня говорили. Да. Он сказал, да, видал я ваш шоу-бизнес, ваши бабки там, 3 миллиона, клип там, песни. Вот, смотрите. Выложил. И пошли просмотры. И пошли. Ну, на самом деле, очень долго он это все делал. Это уже не год, не два. Тем не менее. Ну, если долго бить головой в одну точку. И сейчас он приезжает, снимает Декару Сельмаш. На секундочку. 800 посадочных мест. А с балкончиками все тысячи. И, наверное, собирает, раз он там выступает. Я только не знаю, почему написано шансон. У него не только, я послушал там, не только шансонные песни. Ну, обычные попсовые песни. Слушайте, Александр, ответьте мне, как профессионал лысому армянину. Так. Скажите, вот. Слушаю вас. Вот сейчас пишут шансон, и это как бы все понятно, да? Шансон. Сергей Трофимов, это шансон. Да. Блин. А понятие изначальное слово шансон уже как бы в России не котируется, да? То есть, что имеется в виду французский шансон как таковой? Ну, расскажи мне, в чем разница между французским шансоном? Ну, и DPF, это французский шансон. И тем же. Да. Это французский шансон как бы... Мелодичная, красивая музыка. Песня о любви, да, да. А сейчас есть такой тюремный шансон? Ну, там же ж не только о любви были песни. Наверное, были там про жизнь, там вообще про все на свете. Я просто к тому, что... Французский шансон. Просто уже неоднократно сталкиваюсь... Что если шансон, все думают, что это песня... Да, о тюрьме какой-то. Чудо-сэн. Да, а я знаю точно, что, к примеру, песни Сергея Трофимова, особенно вот все последние, которые поет он, да? Да, все тоже шансон. Это уже даже совсем не шансон, это уже даже там ракешники такие. Ну, это просто без громкости. Лепс тоже считается шансоном. Ну, считался, да. А сейчас... Попсовик, затейник. Не просто, а такой рокопопсный такой товарищ, да? Сейчас настолько все это дело перемешали все эти жанры и... Стили. И широко стало применяться слово шансон, слово рок, фанк, там и все остальное. Поэтому сейчас сложно уже понимать. Ну, вы знаете, так можно, как трэп или трап. Нет? Меня тут просвещали. Ну, а что это? Это... Просвети нас. Это... Есть верх, есть низ, да. Есть пи-пи-пи такой вот вершочек. А середины нет никакой. Это трап, да, то есть... А там, это песня инструмента? Это не песня. Есть песни в стиле трап, есть просто инструмент. Я вам как-нибудь поставлю, просветитесь, да. Это вот, чтобы китайский сабвуфер в машине делал так. А, это правда. Да, да, да. Первого мая, друзья. Первое мая. Белая акация. Белая акация. Музыкальный театр, основная, большая сцена. После митинга? А, кстати, вы ходите на митинги, вы здесь нет. А ты ходил? Нет. Раньше ходили, когда были детьми, сейчас нет. Мы были в разное время детьми с ним вообще. В разных странах. И в разных странах. Нет, я не ходил никогда, и ребенком не ходил. Зато я ходил с бабушкой на 9 мая всегда. Да? Да. Смотрели парад. Давайте в этом году школой пойдем на бессмертный полк. Ну, можно. Если у нас будет желание. А у тебя, кстати, родственники воевали? Отец моей мамы воевал. Конечно, в хозяйственнике. Да, нет. Вернулся? Вернулся, вернулся. Майор, связист. Да. А фотографии есть у нас? Есть фотографии. Вот в форме, не знаю, есть ли. Я сейчас задумался. Не важно, не важно. Я задумался. А вот отец моего отца не воевал. Юн был слишком. Отец твоего отца был юн? Да, юн, да. А, у вас там ранние. Мы ранние ребята, да. Ранние ребята все, да. Так же и получилось, да, что у меня же... Мы все вообще ранние ребята. Белая акация, друзья мои, это оперетта. Опера и оперетта отличаются чем, собственно? В опере только поют. В оперете еще и разговаривают. Да. Ну и оперетта меньше вообще, как жанр. Ну да. Покороче. Я вам скажу так. Вот раньше люди читали книжки, а потом люди стали читать журналы. Да? Потому что книжку тяжело, картинки, картинки нужны там человеку. Так это сначала была опера, а потом появилась оперетта. Более легкая. Более легкий жанр. Белая акация. Насчищенная я... Насчищенная и увлекательной музыкой, да. Исак Дунаевский приложил к этому руку и не только, еще и свое перо. Да. Классическая оперетта создает легкую, веселую, красочную, лирическую комедию. Прекрасно. Все. Своими словами прекрасно. Все. Все. Нет, не все. Давай я что-нибудь скажу, а ты потом зачитай, что ты написал. Давай. Опамки. Нет, это уже. Нет, это уже. Ты опять будешь на Симфорок говорить? Нет, не буду. Лебединое озеро достается. Петр Ильич, Свет Чайковский. Свет Чайковский? На закате 19 века написал балет «Лебединое озеро», который на музыкальной сцене 2 мая в 19.00 мы все можем пойти и прикоснуться к великому. И посмотреть прекрасный сей балет. Прекрасно? Хорошо? И почему-то сейчас полная скавказская пленница. Сделайте ее погромче. Погромче приступим. Вот так и в курсе, что это от сказка была. Ну да, тут вот написано, да. Да, о, да, точно. О прекрасных девушках, обращенных в птиц. Да. А у меня ассоциация. Первый раз я вижу этот балет на сцене в филармонии. А она же маленькая сцена в филармонии. Это же не Маринка. Какая-то что-то, какая-то трупа откуда-то. А я вообще так редко я бывал в филармонии где-то, ребенок. Родители не водили меня в филармонию. В общем, это отдельная история. И я вот в партере, мне там бесплатно от школы билет. И я сижу в лебединое озеро. Окестр не видно, впереди балеруны. Все это, и эти балеруны. А мне казалось, балерины, это что-то такое порхающее. А это... Бум! Холло! Проземлилась такая. Шара! Такое сборище, топотушки какие-то. А просто для этого должна быть адаптированная сцена нормальная. Ну, как бы балет. Ну, оркестр должен взять пиамя, чтобы звук ближе шел. А получается, что звук шел. А получается, что звук шел, что-то откуда для тебя. Музыка прекрасная, поэтому думаю, что в музыкальном театре будет достойное представление. Ну, Петр Ильич Яковский, это кладезь нашей страны. Ну, давайте я уже закончу с симфороком, нашим любимым, который проходит в музыкальном театре. Да, когда? 3-го мая. Какого? 3-го мая. 3-го? В 19.00. 3-го мая, ребята, 3-го. Силами музыкантов. Да, Бенин написал. Музыкального театра. Мы с Василием Александровичем посетили этот концерт. Да, я рассказал много раз, теперь ты расскажи. Да, послушали. Симфогруппа «Гольфстрим» только вчетвером исполняют некоторые произведения, то есть у нас есть некоторое переплетение. А там целый оркестр это делает. Но я хочу сказать, что мне просто понравилось, как это звучит. Но как это выглядит, мне хотелось побольше энергетики. Ну, звучало это очень достойно. Поэтому, если нет ни у кого опыта, и никто этого еще раз не видел, то происходит. Неправильно сказала Лена. А там выступает Влад Окунев и симфонический оркестр. Это сопровождение симфонического оркестра. Наш преподаватель Владислав Окунев играет в этом шоу, да, партию четвертого тромбона, собственно. Играет на гитаре, на самом деле, и его показывают по такому большому экрану. По такому большому экрану его показывают. А вот выходили, рановато. Куда вы смотрели? Да, рановато выходили. Теперь экран поставили. Да, теперь экран, и он выходит там. Замечательно. И соляки Брайана Мэя, Ангус Янга походкой, в общем, туда-сюда. Утиной походкой Чака Бэй пробегается по сцене. Я как-то попытался отойти подальше от комбика. Слушай, что-то я вообще никуда не попадаю. Он же говорит, я так же походкой обратно пошел в свои колонки. Кстати, надеемся увидеть Владислава у нас в эфире. Да, и он тогда уже сам нам расскажет. Наверное, уже после симфонии. Как ему хорошо сотрудничать с этим достойным. Теперь давайте наскальное творчество Василия Александровича, которое он написал в Тихая. Это ему, наверное, бабки заплатили. Да, пошло, пошло. Это бабки ему писали. Бабки ему заплатили. Какой ужасный почерк. Это мой почерк. Причем, вы должны понимать, да, ноутбук, компьютер. Еще один ноутбук. Еще целый вот этот с яблоком откушенным в студии ноутбук. Есть. Еще один компьютер есть в большом зале. Да, а он сидит и пишет карандашом от руки. Понимаете? Это склассно. Рожденные в СССР называется. Все, давайте. Итак, давайте. Знаешь, у меня рука устала. Посмотрите, сколько это написано. Мы все внимаем. Внимаем. Слушаем. Друзья, в нашем городе ежегодно проходит выставка «Арт Росток». Она проходит уже, по-моему, третий или четвертый раз. Я был там два раза. Могу сказать, что мне понравилось. И сейчас она, сейчас самый пик, она уже скоро, кстати, закончится. С 21 по 30 апреля в выставочном центре «Виртал-экспо». В этом самом огромном выставочном павильоне проходит эта выставка. Крупнейшее культурное событие в регионе, которое ежегодно объединяет на своей площадке тысячи картин, скульптуры, фотографии, современные арт-объекты и инсталляции. Здесь вы можете познакомиться с различными видами декоративно-прикладного искусства, пообщаться с мастерами, принять участие в мастер-классе, сделать изделия своими руками, приобрести сувениры и подарки. Вот. Когда? И в рамках этого события будет еще более важное событие, которое я сегодня услышал по радио, поэтому решил это написать и сегодня объявить об этом. В рамках этого события будет проходить уникальная выставка Ивана Шишкина, которая называется «Одинокие леса». Ожившие полотна, мультимедийная экспозиция, 100 знаменитых работ из известных музеев. Картины проецируются на огромные панорамные полотна, более 15 метров. Экраны различных конфигураций для максимальной реалистичности. О, как! 16 лазерных проекторов для суперчеткого изображения. Уникальный сценарий аудиосопровождения. 20 великих произведений русских композиторов. То есть, мы заходим в зал, огромные стоят экраны, на которых проецируются супер-супер какими-то лазерными, там, с примочками, проекторами, супер качественные изображения этих картин под музыку. Вот, собственно, и все. Скорее всего, вам будет какой-то эффект создаваться, что эти картины живые каким-то образом. Медведи пойдут все-таки. Медведи все-таки пойдут. Да, ну, в общем, некоторые из моих знакомых ходили. И даже мы некоторые родственники ходили. Медведи пошли? Да, медведи пошли. Так что, ребята, идем, смотрим на медведей. Смотрим на медведей. Вот такая уникальная будет выставка. Будет, идет. Пора обращаться, друзья мои. Вот все, что предстоит нам, вам, на следующей неделе посетить, если у вас есть желание. Если у вас желания нет, выходите на улицу. Идите на улицу в Пушкинскую. Идите на набережную. Тем более уже полдесятого, идите на набережную. Да, вас встретят. Да, погода нынче хорошая в городе. Вот недавно посмотрел, что где-то на севере у нас там заметает просто страну. Снег там по пояс. А у нас уже весна. Уже почти лето. Весны у нас опять нет. Зато скоро будет очень тепло. Прямо так тепло, что не будем знать, в какую сторону бежать, как обычно. Поэтому гуляйте. Идите на улицу, дышите воздухом. Занимайтесь музыкой, если вам это интересно. Приходите к нам. Вы приходите. Приходите. У нас в гостях была Елена Лунская, концертный директор симфогруппы Гольфстрим. Наша помощница, наш друг. Соучредитель музыкальной школы Гольфстрима. Наш вдохновитель. Наш редактор. Нет, я к этому не имею сегодня никакого отношения. Это Галя. Вот, так понятно, да? Отдельное спасибо нашей Гале, которая нас смотрит сейчас. Которая тоже влилась в наш коллектив. Довольно-таки быстро. Помогай теперь нам всеми силами. Галечка, тебе спасибо. Привет. Мы тебя ждем. Когда? Завтра. Завтра. Завтра приходи на работу, не опаздывай. Все. На этом мы с вами прощаемся, друзья. На этой веселой ноте, дамы и господа, я хотел бы сказать огромное спасибо Василию Александровичу Кузичеву и Елене. Спасибо вам за приглашение. И попрощаться с вами до следующего четверга. В следующий четверг в 20.00 мы снова будем в эфире, если ничего не стрясется. Всем пока. Продолжение следует...